И все, привет, ребят, с моего Старбак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня я хотел бы вместе с вами обсудить одну очень интересную тему, которая меня немножечко задела и затронула. Эта тема будет связана с предыдущими танкофондами и с обновлением, которое вышло у нас последним неделю назад. И эта тема будет связана с красками, с наградами с танкофонда, которые появились, выскажу свою точку зрения, что я думаю по этому поводу и хотел бы узнать вашу точку зрения по этому поводу, поэтому в комментариях тоже обязательно напишите и выскажите свое мнение. Если вам нравятся подобного рода видеоролики и вы хотели бы видеть больше разговорных видосов по нашей игре, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике установить ему личный такт, тактимпэ, дальше оформлять покупку в магазине, ну и заполнять форму, которая есть в описании. Что же касаемо красок и видосов в целом, что же я хотел рассказать здесь интересного у нас, неделю назад вышли из продажи краски стран, то есть были у нас футбольные краски каждой страны, они вышли из продажи и теперь они не продаются, но если у вас эти краски как раз таки были, их больше получить нельзя нигде, но они у вас могут быть в гараже. Да, то есть, а их больше нигде абсолютно получить нельзя, но как раз таки они у вас могут остаться. Вместе с этим появились новые красочки, ну как новые, старые по сути, да, но они появились, появились краски за 10 кристаллов, желтый, индиго, красный, оранжевый, да, то есть вот эти вот все новые красочки и тут возник вопрос, что это за краски, откуда они, да, и для чего они. А эти краски были у нас в последних двух танкофондах, последних двух танкофондах эти краски были, по типу вот они, моно желтый, моно красный, моно синий, моно фуксия, моно оранж, да, если так посмотреть, да, моно оранж, да, например, вот, вот этот, моно оранж, вот он, моно оранж, да, Потому что вот есть горчичный теперь, да, когда это был оранжевый, теперь он называется здесь оранжевым, да. Вот там монокоралловый у нас есть, да, монокоралловый, вот этот коралловый, только он уже просто коралловый называется. Вот он моноиндиго, да, вот он индиго, да, и так далее монолазурный, ну, если вдруг там кто-то не верит, да, вот эти все краски. Да, то есть они давались в танкофонде, как за целый слот на миллион, целый слот на миллион, да, и теперь их продают за 10 кристаллов. То есть, условно, да, 15 контейнеров, ну, даже мы берем вот самый минимум, 15 контейнеров равно 10 кристаллам. 3 недельных контейнера равно 10 кристаллам. 5 ультракантов равно 10 кристаллам. Скин равен 10 кристаллам, потому что это все пустые слоты. Я неспроста говорил о том, что это пустые слоты. Я уже тогда говорил, что это просто пустые скамовые слоты от ореха. И вот во что это все дело выливается. А выливается в то, что эти краски просто добавляют в гараж за 10 кристаллов. Вдумайтесь, 10 кри. И вот такие награды давали в танкофонде, да. То есть, орех просто по жесткому скамил, прям вот по люто ультра жесткому скамил. Ну и сейчас, учитывая то, что два последних танкофонда оказались провальными, эти краски просто вышли в продажу за кристалл. Зачем их было добавлять за кристаллы в продажу, не знаю, да. Но может быть подтвердить то, что это были пустые слоты. Может быть подтвердить, что это был скамовый танкофон. Или может быть сказать нам о том, что следующий танкофон точно не будет содержать эти скамовые краски. И будет включать в себя уже интересные призы и наград. Другой вопрос. Не появятся ли новые какие-то скамовые предметы, да. Потому что, если у нас эти вышли как бы в продажу, может быть, орех придумал какой-нибудь новый скам предмет, да. И он тоже появится. Но в любом случае, когда я увидел и узнал этот момент, стало грустно. Стало очень грустно, да. Я, ну плюс-минус, конечно, об этом всем деле говорил, да. И показывал, да. Но увидеть их в продаже в гараже за 10 кристаллов, это было, конечно, что-то с чем-то, да. Но в любом случае, факт есть факт. Скам подтвержден. Ну и теперь те краски, которые мы получали за целый миллион, продаются за 10 кристаллов. Вот так вот. Имеем то, что имеем, но единственный как раз-таки положительный момент, который я вижу в этой всей ситуации, это то, что у нас после этого будет уже прибыльный, хороший первый танкофонд в начале лета, подсвященный как раз-таки дню рождения игры, ну и потом еще и киберспортивный танкофонд. Да, очень верю, что они после такого скамчика будут выглядеть значительно-значительно интереснее. И может быть в ближайшем будущем я как раз-таки по танкофонду видеоролик какой-нибудь интересный и запишу. Но на сегодняшний день мы только лишь видим краски по 10 кристаллов. И официально подтверждаем, что предыдущий год с киберспортивными танкофондами был полностью, тотально скамовый от Ореха. Делайте выводы сами. Обязательно поддержите данный видос лайком. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точкой зрения? Если согласны, то, конечно же, проявляйте максимальную активность на данный видеоролик. Ну и пишите все свои мысли. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.